А у меня теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то должен буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня пишут имение. Послезавтра вы получите ваши деньги. Мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Простите, сегодня я не могу заплатить вам. А я не могу ждать до послезавтра. Что же мне делать, если у меня сейчас нет? Стало быть, не можете заплатить. Не могу. Это ваше последнее слово. Да, последнее. Последнее положительно. Положительно. Покорнюше, благодарю. Так и запишем. А еще хотят, чтобы я был хладнокровен. Выехал еще вчера утром чуть свет. Объездил всех своих должников и хоть бы один из них заплатил свой долг. Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернется из города, тогда и получите. Я приехал не к приказчику, а к вам. На твой леший извините за выражение, сдался мне аж приказчик. И извините, милостивый государь. Я не привыкла к этим странным выражениям, к такому тону. Я вас больше не слушаю. Вечерело. А Григорий Степанович так и не вернул своих кровных. Неизбежно приближался день расплаты. Нехорошие предчувствия мучили Григория Степановича. Ух, и нехорошие были предчувствия. Многоуважаемый господин Смирнов, правление земельного банка, рассмотрев ваше ходатайство об отсрочке уплаты процентов, не сочло возможным его удовлетворить, поскольку это уже четвертая ваша просьба подобного содержания. Просим немедленно погасить задолженность, иначе с прискорбием будем вынуждены описать ваше имение. С уважением и пониманием, начальник кредитного отдела Шмидт. Шмидт. Скажите, пожалуйста, настроение. Семь месяцев тому назад муж умер. Да мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрошу, нужно платить проценты или нет? Ну, у вас муж умер. Настроение там и всякие фокусы. Приказчик куда-то уехал, черт его возьми. Ну, а мне что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли? Или разбежаться и трахнуться башкой из стену? Приезжая в Грузию, дома нет. Ярошевич спрятался с Курицыным, поругался насмерть, чуть было его в окно не вышвырнул. У мазутого халерида у этой настроения. Ни одна канали не платит. А все от того, что я слишком их избаловал, что и нюня тряпка баба. Слишком я с ними деликатен. Но погодите же, узнайте вы меня. Я не позволю шутить с собой, черт возьми. Останусь и буду торчать здесь, пока она не заплатит. Ух, как я зол сегодня, как я зол, а? От зла себя все поджилки трясутся. Иду, захватила. Ой, боже мой, даже дурно делается. Человек! Ну, чего вам? Дай мне квасу или воды. Нет, какова логика? Человеку нужны деньги в пору вешаться, а она не платит, потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными делами. Настоящая женская турнурная логика. Потому что вот я никогда не любил и не люблю говорить с женщинами. Для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить с женщинами. Стоит мне хоть бы издолюбить поэтическое создание, как у меня от злости в икрах начинаются судороги. Просто хоть караул кричит. Барыня, больные и не принимают. Пошел! Больные не принимают. Не нужно, не принимай. Я останусь и буду сидеть здесь, пока не отдашь денег. Неделю будешь больна, и я неделю просижу здесь. Год будешь больна, и я год. Я свое возьму, матушка. Меня не тронешь трауром, да ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. И Григорий Степанович остался. Остался ночевать. Ночь, как всем известно, время суток. Но совсем не всем известно, что если в это время уснуть, не разрешив денежных дел, то самые неприятные предчувствия могут превратиться в дурной кошмар. А худшее в кошмарах. Это их правдоподобность. Именно они, Григорию Степановичу, и привиделись. Следователь прокуратуры Нского уезда, рассмотрев материалы дела 13013, установил, что помещик Смирнов ГС, будучи сильно нетрезвым в состоянии, по случаю невозможности оплатить платеж процентов земельному банку, умышленно воспрепятствовал исполнению законности, а именно опись судебными исполнителями имения, принадлежащего на тот момент к Смирнову с применением рука, нога и зуба прикладства, при этом нецензурно выражаясь руганью и богохульствуя вранными словами. Госпожа Курицына Матрёна Алексеевна по данному делу пояснила следующее. Рано утром того злополучного дня, примерно где-то около пополудни, меня разбудил ушераздирающий крик моего благоверного перед Богом и людьми супруга Курицына Алексеевна. Прошу вас явиться о 17-го числа пополудни в следственное отделение прокуратуры для допроса. Явка строжайшая. Причина не вручения повестки. Не смогла вручить. Натравил собак сухой и сожрала повестку. Почтальонки. Так как Алексей Алексеевич в привычке орать с утра не откушавший первые рюмки водки не имел, то я как была в небесно-голубом поневаре. Совершенно босая, бросилась к залу В зале я обнаружила следующее свето-представление. Наметник позатой субботы помещик похожий на Смирнова ГС как физиогномии, так и внешностью учинил дебош в гостиной купца первой. Вы не имеете в голову в голову пострадавшему. В результате коего оттому вынанесены каши в тяжести в тяжести в головы в тяжести в невозможности оплатить платеж в процентах семейных банков. Умышленный собачный гасбур в исполнении законности выросли в потери чувств и отступки реплексии продолжающих предметов. Кусик АА. Шмидт. Шмидт. Почтальонки, Солкана. Потерпевший Курицына Матрёна. Матрёна Алексеевна. Проснулся Григорий Степанович с первыми петухами. Где-то пополудни, разве только на часок позже. Вспомнив ночные кошмары, смачно выругался. Я свою возьму, матушка. Меня... Знаем. Выглянув в окно, зычно повелел кучеру распрягать лошадь. Семён! Распрягай! Мы не скоро уедем. Я здесь остаюсь. И решительно встретил новый день. Скажешь там на конюшне, чтобы овса отдали лошадям. Либо мне заплатят. Опять у тебя скотина левая престижная запуталась в ажуа? Либо поплатят. Ничего. Я тебе задам ничего. Скверно. Жара невыносимая. Денег никто не платит. Плохо ночь спал. Тут ещё этот траурный шлейф. С настроением. Ой, голова болит. Водки выпить, что ли? Пожалуй, выпью. Человек! Человек! Ну, чего вам? Дай рюмку водки. Ой, да нечего сказать. Хороша фигура. Весь в пыли. Сапоги грязные. Не умы. Ничего себе. Барынька чего доброго за разбойника меня приняла. Немножко невежливо являться в гостиную в таком виде. Ну да ничего. Я тут не гость, а кредитор. Для кредиторов же костюм не писан. В этот самый миг Луку едва не попутал бес. Потому что, конечно, только бес мог напомнить Луке про наметний купленный порошок, прекрасно справляющийся с вредителями. Останавливало одно. Прибираться придётся именно ему. А заезжий гость явно не из мелких. Ой, как я зло сегодня? Как я зло? От злости аж все поджилки трясутся. И дух захватил. И это по-вашему, рюмки? О! Ух, боже мой! Да ж дурно делается! Водка всегда производила на Григория Степановича благостное воздействие. В носу приятно защекотала, На сердце потеплело, А душе захотелось Музыки.